Инна, вы здесь на сессии про фирменную розницу. Вот на ваш взгляд, если обозначить основную проблему фирменной розницы, то в чем она сейчас состоит? Наверное, мой взгляд с точки зрения маркетинга, если брать, основная проблема в том, что проблема даже не в том, что есть какой-то сейчас кризисный момент. И я вот сегодня буду говорить о том, что мало того, что он кризисный, так он еще и наложился на предыдущий кризисный, постпандемийный, так скажем. Но фишка в том, что не каждый владелец бизнеса, не каждый генеральный директор, не каждый директор по маркетингу правильно отслеживает поведение своего потребителя, дабы изучить его стратегию в этих нынешних кризисных условиях. Наверное, это основная проблема. И как сейчас меняется поведение потребителя? Ну, нужно понимать, что, наверное, самые большие потери сейчас несут самые неустойчивые вот эти, так скажем, слои населения. Это средний минус, средний и далее. А значит, в связи с этим они вынуждены менять свою стратегию, стратегию закупа продуктов, стратегию в целом обращения к фирменным магазинам, к фирменной рознице, к фирменному продукту. Потому что, во-первых, есть определенные проблемы на рынке труда. Соответственно, это влечет что? Это влечет снижение покупательской способности. Это влечет определенные психоэмоциональные состояния, неустойчивые, само собой. И все это определенным образом влияет на стратегию поведения на рынке и в розничных магазинах, в том числе и в ритейле. Ну, в общем, такой идея. А если говорить про хлеб, то что заметили? То есть что-то перестали брать совсем, что-то начали брать больше? Да, знаете, для того, чтобы понять вообще, мне пришлось изучить достаточно много материалов, в том числе я работала с моими коллегами, с моим профессиональным комьюнити, в том числе с теми, у кого есть большие фабрики кухни и у кого есть именно фирменные магазины и пекарни. И здесь и хорика, и ритейл, они показывают такую определенную тенденцию, что в первую очередь не замечают, что, во-первых, растет не сетевой сегмент, то есть не сетевой ритейл. Это магазины у дома, это значит, покупатели что делают? Они перестают закупаться впрок, они перестают закупаться большим объемом продуктов, тем более фирменная розница, потому что это, как правило, специализированный продукт. Они продолжают, хотят получать удовольствие по-прежнему, поэтому, конечно же, они его получают, просто берут там меньшую упаковку, например. Мои коллеги стали выпускать меньше фасовку, например, хлеба, выпечки, печенья и так далее. Мои коллеги что делают, в том числе и наша компания, что делала? Разрабатывала новый ассортимент, то есть мы увидели тенденцию, что гость начинает уходить в более низкий сегмент, к нам приходят чеки из более высокого сегмента, переходят к нам, и, соответственно, им необходима более дешевая выпечка, более дешевый хлеб. Плюс, почему растет не сетевой сегмент, не сетевой ритейл? Потому что в сетевом ритейле очень высок риск покупки импульсной. То есть, я думаю, вы понимаете, что процентов 20 чека составляет импульсная покупка. Ну и человек, соответственно, зная себя, он начинает, точнее, предпочитает уже пойти быстро купить то, что необходимо, чем идти и закупать целый спектр каких-то ненужных продуктов, которые обычно входят в нашу корзину покупательскую. Например, сейчас самое время обращать внимание на то, что уже не получится теми же методами приглашать гостей и покупателей в свои магазины. Потому что, как я уже сказала, изменений много. Сейчас такой период достаточно сложный, в том числе психоэмоционально. И мы здесь, как поставщики этих услуг и товаров, должны вот эту вот планку доверия держать. Покупатель идет в узнаваемый бренд. Покупатель идет в бренд, которому доверяет. То есть, получается, время для экспериментов сейчас не самое лучшее? Нет, почему как раз самое лучшее? То есть, нужно как раз рисковать. Просто для того, чтобы рисковать и применять эти методы, нужно хорошо изучить. Здесь нужен большой пласт аналитики. Очень хорошо, конечно, тем, у кого есть уже введенные, внедренные системы лояльности, когда ты можешь поведение своего покупателя, потребителя изучить и досконально прям понять, куда он ходит, куда он перешел, в какой сегмент, какой продукт перестал покупать или стал покупать. И когда у тебя есть эта аналитика на руках, ты более таргетированно можешь настроить всю свою маркетинговую политику. И, конечно, здесь, да, у кого есть система лояльности, это очень легко сделать. Но у кого их нет, все равно, конечно, нужно наблюдать, нужно делать различные соцопросы, маркетинговые исследования. Для кого-то это нудно, скучно, но это поможет, да, вот в этом творчестве не уйти за рамки. И здесь как раз нужно менять стратегии продвижения. Например, выходить за счет лидеров компании, за счет шефов, например, за счет каких-то представителей, экспертов. В данном случае вот в Кюникбекер был у нас очень удачный эксперимент. У нас удалось повысить и средний чек, и группу кофе выдвинуть за счет продвижения эксперта-шефа по кофе, да. Например, мои коллеги из Spar, Калининград, они активно начинают, ну, они уже раньше это начали делать, а сейчас в кризис, особенно при развитии e-commerce, то есть эта зона у нас растет очень хорошо, и Spar онлайн, например, выходит прям на высокие уровни, люди реально начинают заказывать, у них выросло за последний год процентов на 25, наверное, товарооборот вырос по онлайн-покупкам. Более того, они начинают вводить свои системы оплаты, КДП, они разработали свою платформу, куда будут подключать разных партнеров и давать разные плюшки, бонусы гостям, ну, то есть максимально, ну, знаете, как по типу Сбер, Сбермаркет, Сбербанк, да. То есть это система, которая для удобства всех, 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 то есть и производителей, и ритейлера, и покупателей самого. Открывает и покупателей, и партнеров, и в целом компаний, которые сотрудничают со Spar. Вот у вас в презентации есть такой пунктик, что в числе реакции бизнеса разработка кардинально новых видов продукта. То есть это речь идет именно про продукты с низкой себестоимостью, или какие-то еще варианты есть? То есть в какую сторону поиграть можно, условно говоря? Здесь несколько вариантов. Вы правильно отметили, что, во-первых, в сторону и снижение себестоимости в том числе. Ну, здесь это обусловлено несколькими факторами. Мы понимаем, что есть определенные геополитические условия, да, где мы теперь не можем определенные продукты брать, а гостю или покупателю очень сложно перестроиться с любимого продукта на какой-то другой, и тем более, если он в любимом продукте заметит какое-то изменение. Ну, мы же подводим его. Это как раз вот этот уровень доверия, который необходимо держать производителю, поставщику услуги или товаров. И это один момент. А второй момент – необходимо держать… Ну, бизнес должен быть эффективен в любом случае, даже в кризисный период, да. Поэтому здесь такая очень тонкая грань. Во-первых, себестоимость, да. Нужно с шефами, с технологами совместно работать, искать вот эти новые пути, новые развития продукта. Благо, сейчас очень много технологий и очень много поставщиков. И новые страны к нам присоединяются, да, в том числе, допустим, в Калининграде. Это же Анклав. Это еще сложнее. Там начинают такие интересные производители приходить на рынок, типа Ирана, Турция, все больше распространяется, ну, вот, среди продуктовой корзины. Там, конечно, свои есть приемы по этому поводу. Вот, а второй момент – почему новые продукты? Потому что я вот ранее объяснила, что, например, в низкий сегмент начинают приходить чеки из высокого сегмента. Ну, то есть почему их покупательская способность падает, удовольствие они получать хотят, они начинают мониторить цены, и они начинают примерно то же самое покупать в более дешевом сегменте. И, соответственно, для их спроса нам необходимо разработать определенный продукт, который будет покрывать их боль. Они готовы приносить нам деньги, даже чуть больше, чем наш сегмент до этого, и для них нужен продукт определенный. Там у меня есть пример, например, еще один из таких ярких примеров, извиняюсь за тавтологию, компания, у нас есть огромный рыбоконсервный завод за родину. Они, например, решили пойти вообще в сегмент, который, кстати, сейчас тоже растет, вообще среди всех производителей ретерилов, это кулинария. Кулинария, гастрономия прямо в фирменном магазине или в супермаркете. И компания за родину, помимо того, что выпускает свои консервы, и все, что связано с рыбой, копчением, консервированием и прочим, они начинают выпускать готовую еду, готовые салаты, также консервированные. Но это уже на определенный сегмент, который теперь будет пользоваться этой услугой. Ну, вот, например, так. То есть, видите, несколько векторов и себестоимость, и удержание доверия, и пришел новый средний чек, новая целевая аудитория, которую мы до этого не знали, и нам предстоит закрыть их боль, так скажем. Ну, мне нравятся мысли, помню, от кого слышал, что кризис – это лучшее время для поисков новых путей развития. Но будем надеяться, что так и будет. Инна, спасибо большое. Пожалуйста. Удачи вам в работе в рамках этой выставки. Спасибо. Спасибо большое.